Ну что ж, вот вторая попытка записать видео New World Сейчас 2 августа Завтра 3 августа в 10 утра заканчивается бета-тест На самом деле обидно, хотелось бы подольше поиграть в эту игру Потому что реально она получилась офигенной Теперь ждать его до 31 августа, пока она релизится Первое вообще, что в глаза бросается в этой игре, это что она очень хорошо оптимизирована То есть несмотря на то, что это современная игра Это только бета-тест, но она уже отлично идет на моем компе На слабеньком, даже сейчас, учитывая, что у меня включено БС Она вообще не лагает, то есть офигенно Она иногда провисает, на секундочку Но в целом вот отлично работает Это вот первое, что бросается в глаза, она хорошо оптимизирована Второе, что бросается в глаза Тут игра очень как бы повернута на ресурсах То есть не только ветем и блок, да? Тут на каждом шагу можно что-то залутать Деревья, кусты, камни То есть буквально вообще все, что лежит на каждом шагу Можно камни поднять, растения сорвать и так далее Все можно залутать Вот животных можно убить, например, из них там мясо, шкуру залутать Так, перегруз Перегруз Также тут интересная система Интересная система сражения Нон-таргет Нон-таргет То есть тебе не нужно брать в перекрестье врага Ну, то есть в таргет Тут нон-таргет система Сейчас я бегаю на ручка Я вообще думал, чем стартовать, когда начнется неуд Я буду бегать за дуручкой Я уже решил Я не знаю, с молотом, с топором Я буду бегать с дуручкой Вообще, я до этого играл Я до этого играл все щитом и мечом Но, объясню, есть одна такая фигня со щитом То, что иногда ты не успеваешь заблочить Потому что, если ты щит выставляешь во время удара, то... Ну, заебись Если ты щит выставляешь во время удара, то... Ты блок не успеваешь выставить То есть ты не стоишь заблочить Вот, и щит он не очень актуален Не очень эффективен, как мне кажется Поэтому я решил, что буду играть с дуручкой Щит он не особо эффективен Вообще, тут интересная система персонажей Тут изначально классов нет То есть тебе не предлагают выбирать классы Все такое Ты изначально как бы нейтральным персонажем Да, тут у тебя просто болванка есть Нейтральный персонаж И ты уже по ходу выбираешь, что тебе надо Либо меч со щитом, либо дуручку Это вот тоже интересная система Вот, то есть ты там по факту уже выбираешь, чем именно хочешь играть Я изначально играл со щитом и мечом Вот, с ворт эншилд Потом я решил респектнуться Потестить дуручку Но ее я пока особо вкачать не успел Видите, у вас тут три скилла максимум То есть нет такого, как обычно В ММОР, что у тебя там по 15 скиллов Тут у тебя три скилла и четыре слота под расходники Ну плюс есть вот такие вот уклонения Если ты на shift нажимаешь Стамина также есть Вообще очень красивая игра Это я вот сказал про геймплей Также стоит отметить саму графику Да, то что она тоже выдающийся Тут есть болотные локации Тут в принципе просто лес Также есть болота Ну с животных можно опять же шкуру мяса добыть То есть все на каждом шагу Ты можешь деревья рубить Траву собирать То есть ресурсы на каждом шагу И все это продавать потом Правда, к сожалению, сейчас не все могу лутать У меня, потому что травничество И рубка деревьев прокачаны так себе У меня всего лишь 16 левел Поэтому, к сожалению, не все могу лутать Тут есть сюжетка, но сюжетка на самом деле тут посредственная В плане того, что для нее левел надо докачивать То есть, например, у меня сейчас сюжетка идет туда, где уже очень сильные мобы для меня будут Вообще, очень охеренная игра, много есть, что про нее сказать Даже несмотря на то, что она еще не релизовалась Вот посмотрите, какая красота Ночью тут тоже красиво, в принципе Я не знаю, через сколько тут ночью настанет Но ночью тут тоже прикольно Тут есть мушкеты, рапиры То есть, всякие билды есть У тебя вообще изначально как бы два набора оружия Кто-то бегает с мушкетом, с рапирой Но я вот, кстати, не тестил мушкеты, рапиру Не знаю, не хочу, может когда-нибудь потом Но на старт я вот буду играть в величникам с двуручками Мне хочется Скорее всего, в тяжелых доспехах, я не знаю Сейчас у меня набор У меня и тяжелые, и средние, и легкие доспехи на меня Но насчет доспехов не знаю Знаю только, что буду с двуручкой играть Вот видите, у меня не хватает травничества, чтобы цветок собрать Они тут все по-разному выглядят То есть, какие-то цветки огнем пылают Какие-то, ну типа, ядом стреляют И все такое То есть, растения по-разному все выглядят Это тоже интересно Но опять же, быстрое перемещение очевидно есть Тут есть щеловая рыбалка Сейчас я покажу Это вот интересная часть игры Это рыбалка Ты не только можешь рыбу выловить Но и просто там какой-нибудь мусор Ботина какой-нибудь и все такое Тут три ковенанта есть Тебе по сюжету предлагают выбрать один из них в начале Но это под пвп, по сути, надо То есть, у тебя есть квесты от ковенантов Ты за них определенную валюту получаешь Можешь шмотки за них покупать Ну и плюс пвп То есть, ковенанты в основном под пвп созданы, я думаю Там сражения за контрольные точки и все такое Ну вот я ни разу не пвпшился, поэтому сложно сказать Ну, с этой нотарги на таргет-системы, конечно Пвп, я думаю, очень интересная Но я пока особо не пвп вшился Рыбку какую-то залутал Лак иногда есть У тебя шапка, то видно, то нет Есть иногда такой лак Людей очень много играет То есть, хайповая игра Даже если у тебя какой-нибудь квест на босса есть Ты, скорее всего, один его выполнять не будешь У тебя всегда кто-нибудь подбежит И вы с рандомами сделаете квест Вот я некоторых боссов за счет этого и протаскивал Красивая локация Сейчас, если ночь наступит, то я вам покажу Видите, солнце уже заходит Красиво То есть, и в плане прорисовки, и в плане геймплея Игра очень хорошая получила И жалко, что На 31 августа теперь ждать Перегруз у меня, ну ладно Уже значение не имеет Я чисто сейчас для ролика зашел Показать вам Буду очень ждать релиза Эндгейм, конечно, эндгейм Тут надо допиливать Потому что, как я понимаю, там нихера нет в эндгейме Ну, я думаю, буду допиливать, потому что даже часть локации еще не открыта Ну Я думаю, буду доделывать, допиливать Очень интересно будет, как будет развиваться игра на старте По идее, я понимаю, что будет еще больше людей играть, чем на бета-тесте Хотя на бета-тесте сейчас уже до хера играет 1300 рублей Игра стоит, в принципе Своих денег она стоит Видите, тут сильные бобы 25-го уровня То есть, я таких не потяну Со своим 16-м Прокачка тут достаточно, в принципе, такая интересная По сути, тебе сюжетка почти не дает экспы То есть, тут прокачка за счет Прокачка за счет доп-квестов Тут дохерища доп-квестов Ну, наверное, как в любой РПГ А сюжетка, она как-то отходит на второй план Вообще, тут каждый чем хочет занимается Видите, кто-то бегает, вон на руду собирает Кто-то мобов убывает То есть, кто-то реально занется и с дохерачи На каждом шагу Видите, я не могу майнить У меня майнинг не прокачан До должного уровня Можно траву собирать Руду, рубить деревья Убивать животных Из них шкуры собирать То есть, занятий дофига Ну и продавать, конечно, все это на аукционе Лутать голду Это все очень интересно Учитывая, что Я на достаточно низком уровне Только на шестнадцатом А тут На данный момент Тут шестьдесят левелов Ну, я думаю, конечно Что будет расширяться Получается, прогресс обнулиться Персонажи будут удалены Все вот эти На данный момент Которые существуют Когда играли в лизнице Ну, в принципе, это логично Будем стартовать с двуручка Я уже вот жду Жду Не дождусь Буду стартовать с двуручка Выполнять доктор Если Не знаю, насколько я буду Заниматься Собирательством Видите, тут тоже Ремеслом надо заниматься То есть, это большая часть игры Что-то залагало Ну, бета-тест Все-таки иногда, да Иногда бета-тест Дает о себе знать Но тоже это, как бы, не страшно Я уверен, что все это будет исправляться Отрабатываться Потому что игра реально На очень высоком уровне Ну, вот, в принципе, видите Темнеет Дело к ночи Очень много людей, как я сказал То есть, я даже боюсь в город убежать Я бы вам город показал Но боюсь, что будет слагать Ну, в принципе, могу вам показать Так и быть Есть вот такое быстрое перемещение Но часка дешится Зато оно бесплатное То есть, ничего не тратится на него Достаточно долгая прогрузка Но это у меня из-за компа Из-за слабенького Да, прогрузка тут не самая быстрая Но лично для меня Но Зато мы видим достаточно устойчивую игру Хоть графика у меня на самых низких настройках Но она неплохо выглядит Сейчас покажу город Там все можно и обрабатывать дерево И камни крафтить Хилки и так далее То есть, тут алхимия Все это и есть Если это все еще и расширяться будет Очень много контента в игре Буду ждать, конечно Буду ждать релиза Так, сейчас будет лагать Сейчас по сути еще не вечер Да, и сейчас не вечер Но вечером вообще там Чуть ли не толпы будут бегать И сейчас много людей Времесло и так далее Все тут есть Очень интересно будет Наблюдать Сколько у меня всего собрано Я слишком высокий поставил Ну ладно То есть ты можешь приказы И получается на покупку На продажу Выставлять Это чем-то на ArcheAge Похоже Это чем-то похоже на ArcheAge Вот эта вот система Ремесла тоже, мне кажется Чем-то смахивает на ArcheAge Тут тоже дома можно Только тут дома не строятся А покупаются В отличие от ArcheAge Как я сказал Тут выбора класса нет Как обычно в играх То есть тут Ты походу уже Просто с чем бегаешь Ну как в Skyrimе в принципе С чем ты бегаешь Что у тебя и качается Чем ты пользуешься То и качается Все параметры Они за что-то отвечают То есть под ручку Например сила нужна будет Также тут есть магия Но магию я не тестил Видите тут есть посох огня И перчатка льда По сути это Чтобы через магию играть Но я точно не шарю Там то есть тебе с первого уровня Все это не дает Это вроде потом только Учила 60 левел Но 60-х маловато Я думаю Да 60-е это Это я сейчас кап левел Интересно А можно осмотреть игрока Блин тут нельзя осматривать игроков Жалко Видите дом вот чей-то 10 тысяч голды стоит Ну да Они тут не строятся Они тут покупаются Дома За 7500 дом Ну это интересно И у нас тоже будет дом Обязательно В сортир на улице И у нас обязательно будет дом Ждать буду конечно Буду ждать релиза Очень хотелось бы увидеть эту игру Тоже артефакты Иногда возникают Но все это абсолютно не страшно За кого я буду играть Интересно Я думаю за синдикат За те же за кого я и сейчас играю Вступлю за синдикат Насчет пвп Я не знаю Может я буду пвпшиться Это когда прокачаюсь Вот кстати ночь наступила Ну что ж ладно Как-то так До 31 августа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok